В эфире «Своего ТВ» программа «Актуальное интервью». Меня зовут Антон Киевский. Здравствуйте. Ограничения, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации, коснулись массовых мероприятий, в том числе и культурных. Они, как известно, отменены. Однако творческие коллективы Ставропольского краевого дома народного творчества продолжают репетиции в надежде на скорую встречу со своими зрителями. Чем сегодня живет Дом народного творчества, об этом и не только. Мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас в студии Людмила Абрамова, ведущий методист по хореографии Ставропольского краевого дома народного творчества. И Валентина Мазжелина, ведущий методист по изобразительному и декоративно-прикладному искусству Ставропольского краевого дома народного творчества. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать вот с чего, учитывая, что я так немножко с этого начал. Ситуация немного ухудшилась, как это сказалось на деятельности дома народного творчества. Продолжаются ли репетиции? Конечно, продолжается. 10 июня мы открыли замечательную выставку, этнографический культурно-образовательный проект «Казачья хата». Приглашаем детей, которые сейчас находятся в пришкольных лагерях. Конечно, мы соблюдаем все меры предосторожности, проводим мастер-классы, но на этих мастер-классах присутствует не более пяти детей. И стараемся сделать так, чтобы группы были не более пяти человек. Проводим мультфильмы, проводим игры, проводим мастер-классы. И, конечно, экскурсия. Экскурсия познавательная для того, чтобы ребята могли узнать историю казачества на Ставрополье. Побывали, посетили казачью хату, девочки походили с коромыслом, узнали, что это такое поднять ведро с водой и пройти с коромыслом, допустим, по дорожке. Ну, я думаю, что не только девочки, но и мальчишки интересуются этим. И, естественно, конечно, мы показываем оружие, натуральное оружие, которое предоставил нам Александр Соколов, коллекционер из города Ставрополя. И, в общем-то, получается так, что по нескольку экскурсий мы проводим в день. И, конечно, обязательно соблюдаем все меры предосторожности. А скажите, вот в обычное время, да, вот не во время пандемии, вы сказали, что сейчас 5 человек, а раньше сколько человек обычно было? Ну, у нас вообще группа приходит и до 25 человек. Но мы разграничиваем их таким образом, потому что у нас есть два зала. Вот, мы разграничиваем их таким образом, чтобы детки были не более 5-7 в группе. Поэтому, а когда в былые времена, так сказать, прежние, когда все было возможно, мы, конечно, проводили группу и до 25, и до 30 человек приходили, проводили экскурсии и мастер-классы. Людмила Дмитриевна, вам вопрос. Сколько сейчас, какое количество хореографических коллективов со званием народный самодеятельный коллектив? Ну, общее количество коллективов у нас 1210 хореографических коллективов по Ставропольскому краю. И где-то около 250 коллективов хореографических носят звание народный коллектив. Все они у нас развиваются именно в селах. Ну, несколько коллективов есть и в Ставрополе, которые относятся к Министерству культуры Ставропольского края. А я правильно понимаю, что это разновозрастные коллективы? Да, конечно. Разновозрастные коллективы. Бывают младшие, средние и старшие группы. Все они входят в состав общего. Ну, если вот по возрасту брать, от какого до какого? Ну, сейчас возраст понизился. С трех лет уже занимаются дети, танцуют. Вот с трех до десяти младшая группа, там с одиннадцати до четырнадцати средняя. Это четырнадцати уже там и старше идет до двадцати лет. Стараются выступать уже дети, не уходят. А те, кто старше, уже все считаются пенсионерами? Ну, они поступают в учебные заведения, в наш государственный педагогический институт на кафедру хореографии, в Савропольский колледж искусств тоже на кафедру хореографии. Там уже стараются повысить свой уровень и вернуться в свои коллективы уже в помощь своему бывшему руководителю. Ну, вот сейчас очень много, мне кажется, в последнее время, ну, чуть ли, наверное, не каждый день, ну, может, я преувеличиваю немного, но тем не менее, часто появляются новые какие-то хореографические направления. Вот у молодежи сейчас какие востребованы направления? Вот мы провели недавно конкурс впервые «Проба или фишка» по современным направлениям танца. и для молодых хореографов до 35 лет. И мы очень даже обрадовались, потому что молодежи очень много, и молодежь очень увлекается танцевальным искусством, и такие современные направления, как хип-хоп, R&B, современная хореография, модерн, все это у нас развивается в Ставропольском крае, и этим занимается у нас молодежь. И очень большие у нас массовые коллективы, начиная от 20 и заканчивая 50 человек, выступают на сцене. Очень хорошо это нам очень нравится, потому что молодежь... Мы стараемся, конечно, вовлечь в народный танец там с помощью стилизации, но то, что современная хореография, мы нам тоже это очень нравится, и мы стараемся это поддержать, и для этого придумываем разные конкурсы, чтобы они смогли у нас поучаствовать. Так, а жанры постарше, скажем так, выбирает молодежь? Или все-таки больше к современным душа лежит? Ну, видите, стилизация народного танца, оно позволяет немножко привлечь внимание и старшее поколение. У нас есть много коллективов, которые уже и за 30, и за 40... Вот недавно в Пятигорске организовался коллектив «Фантазия», у них за 40 лет девчонкам. Они даже получили звание народное. Просто здесь нужно руководителю подойти так, что правильный репертуар подобрать, костюмы. И все сходится, и они получают звание даже. И выступают на всех конкурсах. Было бы желание. Да, было бы желание. Пожалуйста, мы все это поддерживаем. Стараемся, вот я провожу мастер-классы и методические, и практические рекомендации даю. Что и как можно подсказать, чтобы показаться на должном уровне. Валентина Михайловна, относительно изобразительного и декоративно-прикладного искусства, как с этим дело обстоит? Ну, с этим делом обстоит дело у нас очень крепко, можно так сказать. Потому что наши мастера, художники участвуют не только в наших региональных выставках и конкурсах, но также и международные выставки и конкурсы, фестивали. Наши мастера, художники принимают участие. В этом году наш год посвящен 80-летию Дома народного творчества. 13 июня 1941 года как раз считается днем рождения Ставропольского краевого Дома творчества. И все выставочные мероприятия у нас проходят именно под этим девизом. И в нашем Ставропольском краевом Доме народного творчества в февраль-март у нас проходила замечательная выставка «Древо жизни, древо познания». Вы сами понимаете, что мужчин, которые занимаются творчеством, не так уж и много. И то направление, которое мы выбрали, это художественная обработка дерева, роспись по дереву, она привлекла 35 мастеров со всего Ставропольского края. На открытии мы провели мастер-класс. Войлаков Николай Иванович из города Буденовска провел мастер-класс по изготовлению народного шумового инструмента – трещотки. У него свой коллектив, и кроме этого у него огромная коллекция музыкальных инструментов, деревянных музыкальных инструментов, которые он изготовил собственными руками. И кроме всего этого мы еще выезжали в город Георгиевск. 25 мастеров выезжали туда на мастер-класс. Есть замечательный артель «Русичи», который руководит Мордоин Иван. И мы там провели мастер-класс, знакомство с предприятием, знакомство с технологиями. И самое главное, это была практическая работа. Каждый из мастеров, который приехал на мастер-класс, изготовил своими руками какое-то изделие из дерева. А скажите, вот всего кружков, студий, сколько их покрывало? У нас огромное количество, да, огромное количество кружков, студий, в которых занимаются разновозрастные люди. Это и школьники, это и дети. И, конечно, большое внимание в крае уделяется именно людям такого прекрасного возраста, которые или вышли на пенсию, уже не знают, чем им заняться, или различные жизненные ситуации возникли, которые, так сказать, по которым человек прекратил свою рабочую деятельность. И вот такие люди привлекаются, и они находят свое умение, талант раскрывается у них именно в таких вот кружках. Александровский район. Ну, в общем, в каждом районе есть такие кружки, которые имеют звание народное. И в прошлый год у нас был год такой пандемии, в 2020 год у нас 4 коллектива кружков и студий получили звание народное. При том, что год. Да, при том, что год был очень тяжелый, очень. Проводились онлайн-мастер-классы. Провели мы также онлайн-конкурс «Русь мастеровая» в рамках Всероссийской выставки конкурса «Русь мастеровая». Так что все у нас сейчас в районах, сейчас проводятся выставки, посвященные именно вернисаж, посвященные именно 80-летию Дома народного творчества. Вот помимо, скажем так, региональной программы, я сейчас имею в виду и хореографию, и изобразительное декоративно-прикладное искусство. Часто ли и много ли ставропольских мастеров участвуют в международных, каких-то межрегиональных, может быть, всероссийских мероприятиях? Да, участвуем. В Пятигорске проходила международная выставка «Мягкое золото России» в апреле буквально. И 18 мастеров нашего творческого объединения «Братина» выезжали туда по приглашению нашего правительства, проводили там мастер-классы и выстроили сокровище Кавказа, выставку большую. Кроме этого, в международных выставках-конкурсах участвуем, это под эгидой ЮНЕСКО, «Искусство рисует мир». И 8 участников, это художники и мастера, принимали участие, и все получили награды. А двое, скульптор наш и художник Василий Чайков первое место занял в Гран-при, и также Илюшкина Наталья по народной кукле «Славянка». Кроме этого, мы участвуем и в выставках, которые проходят в Москве. Вот «Русское поле» должна быть большая выставка, но сейчас вот в связи с этой такой вот обстановкой отменилась и будет онлайн, но мы принимаем участие. В 2016 году наша делегация мастеров на «Русском поле» была признана лучшей региональной делегацией. И вот в этом году нам была предоставлена возможность прийти, приехать и выставить свою экспозицию. Ну вот так вот получается, что не очень все. А так мы принимаем, были в Берлине несколько раз на международной выставке «Зеленая неделя». Это по приглашению Министерства экономического развития Ставропольского края. В Доме правительства мы участвуем, вот «Золотой Меркурии» было вручение, награждение индивидуальных предпринимателей. То есть мы сотрудничаем со всеми министерствами. И, конечно, большая поддержка у нас идет от Министерства культуры Ставропольского края. Так, относительно хореографии. Ну да, мы вот тоже еще очень хорошо сотрудничаем с Российским Домом народного творчества. Они нам постоянно, даже вот в пандемию, присылают конкурсы по онлайн, то есть по видео. И мы стараемся коллективы привлечь к этому, рассылаем по всему краю. И многие коллективы у нас поучаствовали в этих конкурсах и стали лауреатами первой, второй и третьей степени. Мы всегда стараемся, именно когда Российский Дом народного творчества Министерство культуры Российской Федерации проводит, потому что участие наших коллективов вот в таких конкурсах позволяет нам, как бы, им участвовать, ну, получить звание народный коллектив. Потому что другие какие-то организации, они не могут дать рекомендации для получения этого звания. Ну, а также наши коллективы, которые имеют звание народное, участвуют в московских всех этих фестивалях и конкурсах. Они всегда их знают, всегда поддерживают, потому что мы так просто звания не даем. Поэтому все коллективы наши любят. Ну, в общем, очень огромное количество коллективов вот за последнее время поучаствовали. И сельских, очень много сельских, потому что выезжать не могут. Но по онлайн, пожалуйста, они все подают свои видео, снимают у себя в селах танцы и все отсылают в Москву и получают хорошие награды. Мы тоже этим и гордимся. А скажите, вот относительно хореографии, есть ли какие-то проекты тоже посвященные 80-летию? Ну, мы вот посвятили все наши конкурсы в этом году, 80-летию. Ну, начиная с прошлого года. Это у нас и танцуй Ставрополя по всем жанрам, по народному танцу. Потом у нас же прошел такой проект «Жемчужина Кавказа». Приезжали со всех республик наши коллективы именно кавказского танца. Потом «Проба или фишка» прошло по современному направлению. Также прошла такая акция «Волшебная планета детства» по всем жанрам, в том числе и хореография. И вот сейчас скоро у нас будет «Две звезды», тоже посвященная 80-летию Дома творчества. И также у нас есть «Ритмы 45-е параллели» по всем жанрам хореографического искусства. И это все идет при поддержке Министерства культуры Ставропольского края. Такой вопрос. Насколько я понимаю, наверное, за прошлый год и за половину этого года часто приходится устраивать какие-то мероприятия, проводить какие-то мастер-классы онлайн. Насколько приноровились и насколько это получается эффективно, скажем так? Ну, вот знаете, есть такая пословица. Лучше один раз увидеть и потрогать своими руками, чем услышать. Но вы знаете, особенно руководители кружков, они уже приноровились, делают сами какие-то приспособления, снимают мастер-классы на видео, присылают нам на наши конкурсы. И я могу вам сказать, что они совершенствуются. Мы учимся, и они учатся. Вместе мы учимся в этих условиях идти уже в современной вот такой вот ноге. Чтобы топали вместе все по одной дорожке. Мне кажется, вот с изобразительным искусством, с декоративно-прикладным творчеством в этом плане немножко проще, наверное, онлайн. Да нет, наоборот, мне кажется, это самое труднее. Потому что вот показать какую-то операцию, допустим, по декоративно-прикладному искусству, это ж надо показать, а иногда пальчиками что-то делаешь, когда человек сидит рядышком и смотрит, он видит, как это делается. Это ж надо так изловчиться. Камера не все уловит. Да. Ну и вот буквально недавно нам прислали онлайн мастер-классы. Я хочу сказать, что уже более высокого уровня они. И уже на Москву мы отправляли онлайн материалы. Ну то есть уже все равно за полтора года опыт есть. Да, опыт приобретается, совершенствуется. Но вот совсем недавно мы были на Владимирской площади, арт-мол на Владимирской. Там тоже мы выставляли 30 человек мастеров и художников. Это белая акация. Белая акация была, да. И я вам хочу сказать, что когда художник сидит и пишет портрет моей мастерицы, и все это вживую, и все подходят и смотрят, это, конечно, впечатление очень большое. Ну то есть действительно увидеть своими глазами и потрогать своими руками гораздо лучше. Да, это гораздо лучше. Но исходя из той ситуации, которая складывается, мы, конечно, выходим из этого положения и стараемся сделать так, чтобы все увидели, узнали и научились. Самое главное – научились. Тому, чего они, вот, преподаватель, мастер учат. Так, а с хореографическими коллективами, вот, онлайн тоже, наверное, непросто. Ну, вот, мы просим снять мастер-класс какого-то ведущего хореографа, края, вот, какой-то округа. И они нам присылают, и мы стараемся все это распространить. Ну, в том числе я сама лично провожу мастер-классы онлайн для повышения квалификации. Ну, это тоже, наверное, все-таки, камера и экран не может передать всего мастерства, скажем так. Ну, вот, я имею в виду именно в плане мастер-классов. Ну, кому надо, все-все-все увидят. Все-все поймут. Конечно, потому что... Ну, если что, зададут вопросы. Хореографы, даже молодые хореографы, они, как бы, обученные, знающие. Ну, еще не хватает опыта, и лишний раз посмотреть, как это делают уже опытные хореографы, и задать какие-то вопросы, это всегда они только за. Потому что пообщаться, вместе потанцевать, это всегда они с большим удовольствием делают. Ну, все равно, мне кажется, вот, эффект присутствия важен, потому что, ну, даже вот взять концерт, любой концерт, одно дело, когда ты присутствуешь непосредственно, и чувствуешь вот всю атмосферу, всю полноту. Другое дело, когда ты смотришь где-то это с экрана, ну, наверное, немножечко другие ощущения. Ну, это мы, как бы, просто это такая вот ситуация сейчас. А так, в основном, мы же все проводим оффлайн, приезжаем на места, собираем хореографов, участников коллектива, и с ними проводим мастер-классы. Я вот недавно была в Кочубеевском муниципальном округе, с ними провела три часа по народной стилизации, по современному танцу, были методические рекомендации. Ну, плюс, какие нужны, что нужно, чтобы получить звание народное. Это тоже очень важно, потому что правильное оформление бумаг, правильное составление учебно-воспитательной работы, правильное составление репертуара коллектива, все это входит в основной состав документов для получения звания народной. Ну, а все остальное, конечно, впереди. Кто хочет получить 10 номеров, должен подготовить, чтобы мы посмотрела комиссия. Если кто-то уже имеет звание, для подтверждения всего 5 номеров положено. То есть люди готовятся за полгода до этого, чтобы получить это все и подтвердить еще. Тоже очень сложно, но стараются. Но невозможно, что самое главное. Все возможно, все в своих руках, да, они держат и должны все это понимать, и все они стараются это делать. Но мы их, как можем, поддерживаем. О планах на будущее. Ну, понятно, что сейчас, опять же, в связи с отменой мероприятий, немножечко все так непонятно, да, будущее туманно, можно сказать. Но, тем не менее, я уверен, что планы есть. Если можно, да, расскажите. Ну, планы у нас такие. В сентябре месяце состоятся Кавказские игры, если будет это все. Мы уже, конечно, мастеров готовим, потому что за один момент ничего не сотворишь. Кроме этого, мы получили приглашение в Архангельск. Там состоится межрегиональный такой большой фестиваль и мастеров. И уже готовим экспозицию туда. То есть я определила вместе с нашим директором Ларисой Федоровной, чьи работы, каких мастеров будут там представлены. Естественно, мы выбираем самых лучших. Это обязательно и художественная ковка, это войлоковаляние, это лоскутное шитье, это текстильные народные куклы, это некрасовские куклы, вязание, вышивка. То есть мы постарались все направления, от каждого направления, выбрать лучшего мастера. И уже с ними переговорили, и они готовятся для того, чтобы отправить свои работы на эту экспозицию. И кроме этого, потом, если все будет хорошо, то три человека выезжают в Архангельск. Вот представьте себе, с юга поехать на север, посмотреть их культуру, посмотреть их традиции. И себя показать. Да, а самое главное, показать себя. Ну и, естественно, конечно, мы все сейчас готовимся к юбилею, который у нас будет в декабре месяце. Будет награждение лучших коллективов, будет награждение лучших специалистов. И, конечно, концерт. То есть мы должны как-то наш праздник сделать праздничным. Вот так вот. Так, относительно хореографии. Ну, хореографии у нас в основном детские коллективы. Поэтому выезжать куда-то, это очень сложно. Но мы готовим, я уже немножечко говорила ранее, что у нас и две звезды, и ритмы 45-й параллели. Вот к этому сейчас готовятся наши коллективы. Потому что куда-то выезжать, они стараются уже оставаться на местах и продолжать свои репетиции. Ну, а так мы готовимся к следующему году. Потому что у нас там тоже, как в позапрошлом году, ой, в прошлом году у нас был «Танцы Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну, а на следующий год этот же конкурс балетмейстерского искусства называется «Волшебный мир танца». Тоже там по всем жанрам. И мы именно награждаем именно балетмейстеров, именно руководителей. И если администрация позволяет выехать коллективу куда-то, за границей края, то, пожалуйста, мы как бы тоже это приветствуем. Но первым делом участие в наших региональных, наших краевых конкурсах. Это все у нас, пожалуйста, мы готовимся. Мы будем надеяться, что все планы, намеченные, обязательно сбудутся, и обязательно все получится это провести. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам пообщаться. Успехов всем коллективам, всем мастерам. Спасибо всем за то, что делаете нашу жизнь немножечко ярче и интереснее. Спасибо вам большое. И вам спасибо за приглашение. Спасибо большое. Что ж, друзья, это было актуальное интервью. Оставайтесь на телеканале «Свое ТВ». Увидимся. Продолжение следует...